Сериал Острые козырьки Какие техники помогают ему переигрывать соперников и создавать имидж опасного и хитроумного лидера? Об этом в сегодняшнем выпуске. Если смотреть Острые козырьки в оригинале, то можно заметить, что многие фразы звучат более глубоко и остро и передают особую атмосферу, которая в русском переводе часто теряется. Просмотр сериала в оригинале – это своего рода челлендж из обилия разных британских акцентов, который сильно отличается от привычного нам английского. Сам Томас Шелби и другие жители города Бирмингем говорят на диалекте «бруми». У многих есть страх начать говорить с иностранцами на английском из-за своего акцента. Но камон, это международный язык, на нем говорят 20% населения Земли. Будьте уверены, акцентов там хватает. И это давно никого не смущает. Поэтому не зацикливайтесь, учите язык, смотрите фильмы в оригинале и, главное, начните уже говорить. Конечно же, это будет быстрее и продуктивнее с хорошими преподавателями, которых вы найдете в онлайн-школе английского языка Skyeng. Уроки в Skyeng проходят на собственной платформе. Просто заходите в личный кабинет и занимайтесь, когда удобно. У вас будет индивидуальный преподаватель, знающий ваши сильные и слабые стороны, и заинтересованный в вашем прогрессе. Сам прогресс будет виден в личном кабинете. Выполняйте задания и радуйтесь тому, как растет ваш уровень. Это очень мотивирует. Познакомиться с форматом обучения в Skyeng можно на бесплатном вводном занятии, где вам все подробно расскажут и покажут. Регистрируйтесь по ссылке в описании. Не забудьте называть промокод МЕНТАЛ. Он даст вам плюс два урока к первому купленному пакету от восьми уроков. Good luck to you, guys. Перед разбором еще раз уточню, что я рассматриваю поведение персонажей в контексте сериала. Понятно, что это нереальные личности, но их бэкграунд и действия продуманы и созданы сценаристами максимально правдоподобно. Если хотите, делите на двое все услышанное, но я уверен, что разбирать такое не только интересно, но и важно. Можете считать, что я пытаюсь подогнать происходящее в сериале под реальность, а можете расслабиться, получить удовольствие и полезные инсайты для жизни. Выбор за вами. Для того, чтобы точнее понимать смысл действий Томаса, следует осветить некоторые фрагменты его биографии. Он родился в бедной семье, его мать умерла, когда он еще был маленьким. Судя по всему, его воспитанием занималась тетушка Поли. Очевидно, что именно у нее Томас перенял навыки манипуляций и стратегического мышления. По ходу развития сюжета мы видим, что тетушка Поли применяет множество манипулятивных приемов и техник. Детально и тщательно исследует своих оппонентов, находит рычаги давления на них и играет на их слабостях ради достижения своих целей. То же самое делает и Томас, чтобы достичь превосходства над своими противниками. Став старше, Томас записывается в добровольца и участвует в войне со своими братьями. Его мышление во многом улучшилось, ведь и на войне от его действий зависела его жизнь и жизнь его соратников. В жестких условиях ему приходилось проявлять находчивость и сообразительность, чтобы выжить. Но при этом он получает значительные психологические травмы, которые выливаются в посттравматическое стрессовое расстройство, навязчивые воспоминания, кошмары и галлюцинации. Вернувшись с войны, Томас со своими братьями начинает вести дела в Бирмингеме, небольшом городе, полном насилия, бедноты и жестокости. Чем же Томас так привлекает наше внимание? С первых же кадров мы замечаем, как он проявляет демонстративные черты характера. Он всегда следит за своей репутацией и создает свой имидж и личный бренд как словами, так и действиями. Ему нужно поддерживать образ человека, который опасен для других, если идти против него, но может быть полезен, если сотрудничать или работать на него. Чаще всего он делает что-либо демонстративно, чтобы распозлись слухи, то есть распространилась нужная информация. Он как бы запускает серфа на радио с рекламой самого себя, семьи Шелби и банды острых козырьков. Для этого он делает вещи, которые могут заставить других людей говорить о нем. Например, момент, когда он сжигает портрет короля и приглашает журналиста, чтобы пустить слухи. Я хочу, чтобы вы написали, что здесь творится. Еще один пример – сцена в лондонском клубе. Томас не упускает возможности привлечь внимание к своей персоне, обращаясь к публике с громкими заявлениями. Все это – провокация и реклама себя и своих услуг. Мы пришли сюда заводить друзей! А те, кто унижен сейчас, те поднимутся. Вы знаете, где нас найти. Таким образом, они не просто рассказывают на словах о своих услугах по крышеваниям, но и, так сказать, показывают товар лицом, демонстрируя наглядно, как они могут расправляться с врагами. Что позволяет Томасу поддерживать репутацию опасного и непредсказуемого лидера? Давайте рассмотрим его образ подробнее. Уже в первой сцене сериала мы видим, что все люди на площади разбегаются на его пути. Томас предстает перед нами в виде всадника на лошади. Это отличный ход режиссера, воздействующий на наше подсознание. Всадник – это один из архетипов, то есть общечеловеческих символов, заложенных в основу мифов, фольклора и культуры в целом. Они переходят из поколения в поколение. Мы с самого детства видим их в сказках, затем в кино и сериалах. Например, всем знаком архетип мудреца. Воплощение в Гэндальфе или Дамблвере из Гарри Поттера. Томас же несет себе архетип всадника. Этот образ, который подчиняет дикую и хаотичную стихию в виде лошади. Он усмиряет природную силу, то, что не подвластно другим, для своей выгоды. Этот архетип сочетается и с мировоззрением Томми, и с тем, как он преподносит себя. А сколько вы заплатили за свой костюм? Я за костюмы не плачу, а не за счет заведения, иначе заведение сгорит. Сам Томас прекрасно понимает, какое влияние он имеет и какое ощущение создает у других. В этой сцене он находится в центре внимания, который привлек себя намеренно. Это все демонстрация, в некотором роде спектакль. Все видят, что лошадь заколдовывают на удачу. Далее он делится с людьми секретом, что повышает их расположение. Его кличка – парнишка из Монахана. Кэмптон, понедельник, 3 часа дня. Делайте ставки, дамочки, только никому не рассказывайте. Теперь для них уже не просто он таинственный всадник, а доблестный рыцарь. Ведь, как им кажется, он проявил благородство и поделился секретом. Позже мы узнаем, что это было вовсе не добродушие, а намеренное привлечение внимания к этой лошади и ставкам. Томас рассказывает о своем плане, когда его брат Артур сообщает, что лошадь выиграла. Первым делом Томас говорит «теперь пойдут слухи», подчеркивая тем самым, что самое важное в этом деле, да и вообще в его работе – это репутация и информация. Затем он полностью раскрывает свой план. На него поставит не только Гаррисон. На эту лошадь поставит весь Смолхит. Он снова победит. Когда весь Бирмингем на него поставит, тысяча ставок на волшебную лошадь, и лошадь проиграет. Его стратегия – это создание обмана, то есть образа действий или событий, которые кажутся и персонажем, и нам абсолютно достоверными. Томас постоянно водит за нос не только персонажей сериала, но и зрителей. Мы никогда не знаем точно, что именно он задумал, и какие еще козыри есть у него в рукаве. О подобном приеме, который называется «саспенс», я уже говорил в выпуске про настоящего детектива. Он отлично понимает, что человеческое мышление подвержено стереотипам и пользуется этим. Томас либо использует уже существующие стереотипы, либо создает их в мышлении других и пользуется этим. Конечно, в реальной жизни стратегии обмана не всегда приводят к такому результату, как у Томаса. Скорее, это режиссерский ход, сделанный для того, чтобы глубже раскрыть персонажа и показать его мастерство стратегического мышления. Подобно тому, как Шерлок Омс улавливает незначительные детали и из них делает умозаключение, ведущие к раскрытию загадки. Томас Шелби таким же образом совершает только удачные шаги. Все обстоятельства чаще играют ему на руку, чем идут против него. К слову, этим сходство Томаса, Шелби и Шерлока не ограничивается. Они оба ценят и признают важность информации и мелких деталей. Томас собирает информацию о своих собеседниках любыми способами, начиная от людей, которые на него работают, заканчивая некоторым подобием дедукции Шерлока. Ведь чем больше информации Томас имеет о собеседнике или ситуации, тем больше может сделать выводов и умозаключений. От этого зависит количество возможных решений и действий. Надежная информация здесь – это фундамент, без которого он не сможет придумать решения и предпринять действия. Еще один из общих приемов Шерлока и Томаса – выдать немного данных об оппоненте, создавая впечатление, что о нем уже все известно. Этим они подталкивают собеседников к честности и открытости. И те уже сами выдают себя полностью. Его имя Шон, он последний в каждой гонке. Бедняжка, ведь бег бывает важен. Вы понимаете меня? Однако по типу мышления Томас не детектив, а скорее стратег. В отличие от своего брата Артура, который часто срывается на эмоции и угрозы, Томас использует холодный расчет и четкое планирование. А угрозы применяет лишь как один из методов в комплексе. Для начала следует рассмотреть, как Томас действует в переговорах. Это его универсальный способ договариваться с людьми, особенно с теми, кто выше по социальному статусу. Кстати говоря, переговоры – это не только про бизнес, а про наше повседневное общение. В своем Инстаграме я обновил список литературы и добавил туда лучшие книги по переговорам, на мой взгляд. Также я периодически делюсь собственными техниками и инсайтами из своей жизни. Если интересно следить, то ссылку на Инстаграм я добавлю в описании. Переговоры в данном случае похожи на то, как работают весы. На каждую чашу оппонент кладет свои аргументы и увеличивает их значимость с помощью особых приемов. Тот, кто делает свою позицию более сильной по отношению к позиции другого, побеждает. В большинстве переговоров Томас предельно спокоен, и это заранее дает ему большое преимущество. Сложно вести серьезные дела и заключать договоры, если тобой руководят эмоции. Спокойствие и рациональность позволяют смотреть на ситуацию со стороны, не дают собеседнику управлять эмоциями Томаса, а значит управлять им. Первым делом рассмотрим разговор Томаса с Артуром. В данный момент Артур еще доминирует над Томасом и пока еще является лидером организации. В этом диалоге социально Артур хоть и немного, но стоит выше Томаса. Томас это оценивает, поэтому не предпринимает каких-либо угроз, трюков или манипуляций. Он не проявляет эмоций, что дает ему небольшой плюс. Первым делом Артур начинает с обвинения. Говорят, ты провернул трюк с порошком на Гаррисон Корц. Тяжелые времена. Люди не сделают ставки просто так. Там была эта узкоглазая. Прачки считают ее ведьмой, поэтому они верят. Но Томас относится к этому спокойно. Он совершенно не реагирует на эмоциональные выпады собеседника. Он просто говорит о своих планах, объясняет свои действия. Томас учитывает эмоциональность и вспыльчивость Артура, поэтому понимает, что такое спокойствие и безразличие к его атакам выведет Артура из себя. Мы не работаем с китайцами. Взгляни на цифры. У китайцев тоже достаточно бойцов. Мы же договорились, Артур. Я занимаюсь поиском новых кормушек. Далее Артур продолжает напирать на Томаса. Но тот все еще спокойный и уверен в своей позиции. Да что с тобой такое? Ты считаешь, что мы можем полезть и на китайцев, и набили Кимбера? Убили целая чертова армия! Я думаю, Артур. Вот что я делаю. Таким точным выпадом, холодно и рационально, Томас, во-первых, указывает свою значимость для Артура и всей организации, во-вторых, он обозначает, что облегчает Артуру жизнь и работу, и, в-третьих, объясняет свою жизненную позицию как стратега и показывает, что все держит под контролем. Мы видим, что это действительно позволяет Артуру немного расслабиться и прекратить нападки. Заразив Артура своим спокойствием, он выходит из разговора на пике, когда уже нечего обсуждать и когда он остался в сильной позиции. Таким образом, оппоненту нечего сказать по существу, он может только выразить свое недовольство. Томас выходит из переговоров победителем. Рассмотрим еще один эпизод, где хорошо показано, как Томас работает в роли переговорщика. Это переговоры с Билли Кимбером. Здесь Томас играет против человека, который намного выше его по социальному статусу. Сначала он предлагает оппонентам выпить, он спокойно выслушивает все обвинения, не проявляя эмоций. Но затем он внезапно провоцирует собеседников одной короткой фразой. Дважды он побеждал, а в третий раз пришел последним, когда на него поставили 3000 фунтов. С кем я разговариваю? Кто у вас босс? Такая провокация работает, ведь оппонент воспринимает такое высказывание от человека намного ниже себя по статусу, как наглое оскорбление. Кроме того, Билли Кимбер очень самовлюбленный и гордый, поэтому провокация выводит его из себя. А я босс, мать вашу, ясно? Конец базару. Вы подстроили забег без моего разрешения. Я Билли Кимбер. Вы влезли в мои дела. Из-за этого я вас расстреляю к чертовой матери. Томас этим пользуется, ведь при нахлынувших эмоциях сложно мыслить рационально. Далее он использует свой козырь – общий враг, в данном случае семья Ли. Вы ведь тоже с ними воюете, я прав? Ли нападают на ваши конторы, забирают ваши деньги. Ваши люди не могут справиться с ними. К слову, Томас довольно часто использует аргумент объединения против общего врага, чтобы найти себе союзников. Во многих случаях, если имеется общая цель, более рационально будет именно объединить усилия, чем сражаться на два фронта. У вас есть бойцы. Вместе мы их сделаем. Порознь – не факт. Томас даже использует лесть. Я восхищаюсь вами, мистер Кимбер. Вы начали с нуля и построили законный бизнес. Для меня будет честью работать с вами, мистер Кимбер. Хоть и делая это с ВСК по отношению к Шелби, Билли Кимбер соглашается. Никто не работает со мной. Люди работают на меня. Видно, что члены семейства Шелби после такого пренебрежительного поведения готовы вскипеть и броситься в драку. Но Томас сохраняет спокойствие. Все идет по его плану. И он не позволяет эмоциям все испортить. Какими бы ни были цели переговоров, Томас всегда сохраняет свой разум свежим и чистым от эмоций и предрассудков. Он вступает в переговоры с холодной головой, что позволяет ему совершать меньше ошибок и лучше договариваться. Большой вес стратегии Томаса имеет его отношение к семье. То, что их бизнес во многом основан на семейных связях, играет значительную роль в работе. Позволительно некоторая неформальность отношений и отсутствие строгой дисциплины. Хоть и иногда такой формат отношений мешает эффективной и четкой работе, зато позволяет всем участникам быть ближе друг к другу. Большое значение имеют семейные советы. Во время них Томас направляет свое внимание и внимание других на важные вещи и необходимые действия. Он позволяет всем высказаться, даже если другие участники против. Таким образом он убивает двух зайцев. С одной стороны он получает информацию, с другой укрепляет отношения. При этом он поддерживает идею других членов семьи и благодарит за их высказывания. Во многом успех Томаса проявляется за счет блестящих публичных обращений. Таким, например, является выступление перед бандой, когда они получают официальное разрешение на букмекерскую деятельность. Букмекерская лицензия, выданная контрольным бюро. У семьи Шелби появилась своя первая легальная контора. Он не продвигает это достижение как свое собственное, хоть во многом так и есть. Он говорит о том, что это общая победа для всех. Это заставляет других чувствовать свою важность и в дальнейшем делать еще больший вклад в общее дело. Томас Шелби использует множество навыков, чтобы добиваться своих целей. С помощью блестяще организованных публичных выступлений он выставляет себя в позицию лидера и укрепляет отношения с семьей и окружением. Благодаря мастерскому умению переговоров он находит союзников, заключает сделки и приводит оппонента к соглашению. Однако дальше, конечно же, все пойдет не по плану, иначе сериал не был бы таким интересным. Умение Томаса убеждать и договариваться, получать ценную информацию и мастерские распоряжаться, а самое главное, грамотное создание своей стратегии принесли процветание и успех семье Шелби по сериалу. Если разбор вам понравился и вы хотите увидеть еще больше любопытных моментов, раскрывающих стратегию, образ мышления и характер Томаса Шелби, рекомендую посмотреть сериал. А если вы уже смотрели, то можно посмотреть в оригинале. Оно того стоит, тем более, что Skyeng может стать вашим помощником. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди.